Друзья, в нашей студии появился мужчина в красивом пиджаке и галстуке, а значит быть интересному разговору. Итак, знакомьтесь у нас в гостях. Галимуллин Александр Рашидович, региональный менеджер по работе с ключевыми партнерами банка. Доброе утро. Доброе утро. Александр, здравствуйте. Доброе утро. Сразу такой вопрос, вот как к человеку, который работает в банке. У меня куча знакомых, которая взяла и напокупала себе квартир. Естественно, все это сделалось не на какие-то наличные, которые у них были накоплены. Все это бралось в ипотеку. Расскажите про ипотечную ситуацию. Что теперь с ними будет? Это попозже, об этом мы во внеэфирное время. Как вообще ситуация на рынке? Больше берут ипотек, меньше? Да, за последние три года активно ипотечный рынок набирает обороты. В настоящий момент есть большой спектр ипотечных программ, которые, по сути, под каждую потребность клиента подходят. Ну и, соответственно, клиент получает ипотечный кредит на покупку. Из независимых исследований, которые у нас проходят в стране, есть статистика, что более 22 миллионов россиян нуждаются в жилье сейчас. И более 6 миллионов семей хотят приобрести ближайшие 5 лет квартиры. Здесь традиционно помогает ипотека. Из того, как в целом состоит работа банков, хочу отметить наличие интересных программ и возможности представлять комфортные условия по покупке. Здесь отмечу наличие личных кабинетов для клиента на сайтах банка. То есть клиент может от подачи заявки отследить весь процесс подготовки сделки и прийти в банк только на подписание кредитного договора. Ну это же, а как же живое общение, понимаете? Раньше же в банк ходили, чтобы поговорить, пообщаться. Люди ценят все-таки свое время, да? И выбирают более удобные какие-то варианты. Да, конечно, все мы с вами люди заняты, да, и наши клиенты лишний раз не отпрашиваются с работой, могут общаться по телефону с менеджером банка. Ну а также через чат, который также доступен в личном кабинете. Это очень удобно сейчас. Так, это все интересные предложения, которые существуют для людей, которые... Спасибо, да. Я хотел бы отметить интересную программу, которая есть сейчас. Это программа по рефинансированию. Рефинансирование под залог недвижимости, да, когда клиент может, имея несколько кредитов, объединить в один и платить под меньший процент. Допустим, у клиента есть ипотека, потребительский кредит, кредитная карта, он может объединить и платить под меньший процент в удобное для него время. Это одно из интересных предложений на рынке сейчас. Ну и, конечно же, процентные ставки, они с каждым годом становятся все, как мне кажется, все меньше. Все интереснее, интереснее, интереснее. А может, да, звучит какая сейчас процентная ставка? В настоящий момент процентная ставка от 6% годовых. То есть под определенные условия клиент получает минимальную процентную ставку, для него мы открыто, прозрачно поможем ему это рассказать и показать. Ну и среднее значение, они тоже там сильно не отличаются, поэтому, в принципе, процентная ставка довольно-таки привлекательная и удачная. И вот сразу тогда возникает вопрос, допустим, идеальная ситуация, когда квартира уже есть, квартира уже куплена, неважно, в ипотеку или же кому-то в наследство досталось. Почему-то за наличные покупки я вообще не рассматриваю. Ну ладно, но хочется комфортно, да, хочется, допустим, чтобы ваш автомобиль не стоял на улице, а стоял в гараже. Вот гараж можно ли купить в ипотеку? Да, в настоящий момент есть программы по покупке гаража. Здесь как раз в зависимости от условий, где клиент проживает, да, клиенту интересно купить либо машиноместо на хорошей охраняемой парковке, либо клиент покупает гараж, да, который также можно оформить в собственность, да. И также есть возможность приобрести гараж с земельным участком. Допустим, когда клиент проживает в частном доме или планирует там жить, соответственно, покупает загородную недвижимость вместе с гаражом, то есть есть такая возможность. То есть, получается, в ипотеку мы можем взять квартиру, гараж, частный дом, да, куда-то загородное жилье. Загородное жилье в том числе и частный дом в населенном пункте, допустим, в частном секторе. Модное слово «таунхаус». Почти, ладно, не в тему. В таунхаусе тоже можно. Ну, то есть, сейчас мы отходим от того, что ипотека – это только квартира. Ипотека – это, в принципе, сейчас жилье. Рамки расширяются. Да, рамки действительно расширяются. Да, здесь, коллеги, еще раз, да, резюмирую. Это квартира, это возможность, как вы сказали, «таунхаус», купить квартиру. Это возможность покупки загородной недвижимости, это может быть дача, садовый дом. А также это есть возможность у наших клиентов приобрести, допустим, точнее, взять кредит на цели строительства индивидуально своего дома. То есть клиент может своими силами, либо с привлечением строительной компании это сделать. То есть, грубо говоря, даже на какие-то материалы, да, которые понадобятся, да, воздвижения. Абсолютно так, да. А расскажите, пожалуйста, какие-то, может быть, еще интересные программы существуют у Сбербанка? Мы вот непосредственно переходим к вашему значку. Да, то есть. От Сбербанка я хочу, коллеги, отметить наличие интересной программы. Называется «Акция лето». Это покупка в новостройке. До 31 августа ставки снижены, процентная ставка 8,7. Клиент может купить квартиру в новостройке с пользованием наших интересных сервисов. Говоря о сервисах Сбербанка, хочу отметить наш портал «Домклик», где клиент может и подать заявку, и выбрать квартиру, как в новостройке, так и на вторичном рынке, среди проверенной базы от партнеров агентств недвижимости. И говоря о сервисе, хочется озвучить еще раз нашу информацию по электронной регистрации сделок. Электронная регистрация возможна при проведении сделок как на вторичном рынке, так и в новостройках, в офисах застройщиков. По электронной регистрации мы достигли в этом году максимально рекордных сроков. Рекордный срок сейчас от одного часа. То есть клиент обращается в офис Сбербанка. Кстати, такие сделки мы проводим в офисе по улице Зержинского, 1. Это офис Сбербанка, где мы проводим сделки в том числе и без ипотеки. От одного рабочего. За один час до одного рабочего дня мы готовы совершить такую сделку, то есть зарегистрировать вместе с Росреестром. Слушайте, и все вот эти пункты, про которые мы говорили, гаражи, дома, таунхаусы, все это также можно, в конце концов, на приобретение стройматериалов. Меня вот этот момент очень удивил, потому что это не готовая квартира, а то, что потом впоследствии будет квартирой. То есть на все это Сбербанк тоже предоставляет ипотеку. В Сбербанке есть как раз набор этих программ, где клиент может под выгодные условия приобрести то, что мы сегодня уже сказали. Поэтому сейчас покупать в ипотеку, это, во-первых, удобно, потому что можно подобрать для себя интересную программу. Во-вторых, это выгодно, низкие процентные ставки. Ну и, в-третьих, это максимально комфортно, потому что можно следить всю работу банка в личном кабинете. Александр Рашидович, спасибо вам большое за интересную беседу. И напоследок хотелось бы услышать от вас, может быть, какое-то утреннее пожелание для всех наших телезрителей. Хочется пожелать всем сегодня продуктивного дня. Приходите в Сбербанк за ипотекой. Мы обязательно вам расскажем об интересных условиях. Но я думаю, на экране есть телефон, по которому можно прямо сейчас позвонить и получить консультацию. Спасибо вам большое. Наш Галимулин Александр Рашидович, региональный менеджер по работе с ключевыми партнерами Сбербанка, был у нас в гостях. Я думаю, когда-нибудь настанет момент, когда в банк можно будет вообще не приходить, а просто все электронно, удаленно, по отпечатку пальца или сканерить. Мы знаем, что много сервисов уже позволяет это делать. Спасибо большое за то, что пришли. Друзья, задумайтесь над покупкой квартиры. Ну а мы продолжаем нашу программу, переходим, так сказать, в обсуждение новой темы. Какие сюжеты ждут нас впереди, узнаем прямо сейчас из анонса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова